всем здорово у нас и интересная работа непредвиденно наметилась вчера вечером звонок дырка на крыле надо быстро сделать не вопрос сделаем может быть даже быстро может быть даже сделаем приезжает машина с утра я подхожу крылу ищу дырку дырки не вижу но вижу что что-то тут не то ну есть краты ручки кое-где единичные и не вижу дырки прошу ради дырка а ну тут уже покрасили мне сказали вообще зашибись идем дальше идем по покрашенному я понимаю просто что мне надо делать крыло и начинаем понимать дальше цвет синий зеленый но это как бы сложный цвет тут не в этом вопрос идем дальше я еще где же быть блин переход у них понимаю что переход ушел аж туда здесь фару никто не или не хотел снимать или просто не пролачена думаю ладно еще дальше дальше еще 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 не вижу идем дальше 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 а я знаю что эта машина была целая просто открываю дверь первая фраза ёб твою мать мне тупо не оставили место идем дальше молдинг решили не снимать ну это их выбор как бы то такое тут место есть все сколы которые были залаченные то есть ништяк а мне уже явно понятие такое мне стойку делать уже целиком ну по-любому сколы резинки никто не снимал не пролаченный кант ну потому что не снималась неудобно это понимаю прекрасно проблема больше заключается в том что вот тут ступенька на скотч залачены откровенно то есть сейчас пока будем тереть не исключено что здесь пробьем дырку если мы здесь пробиваем дырку то нам не исключено что красить целиком проем уходим от от обратного если нам красить здесь по нормальному то нам надо что правильно бинго снимать дверь влага двери то снимается более менее нормально снимаем двери будем надеяться что нам удастся покраситься под дальше уйти типа в кант и тут есть второе ребро как бы это почти спасает проем но все под вопрос не хочется делать проем потому что на заводских вин код но снимать порог снимать задний бампер фонарь лючок целиком с этой который пожалуйста покажу там там тоже от лючок целиком с карманом переднюю дверь нафиг порог сказал да молдинг я не знаю чё им падла что ли молдинг было снять можешь сидит тут на ползающей клипсе пацаны ну реально все делай что хочешь тут это вниз по моему оттопыриваться делай что хочешь две секунды никаких вопросов крылом и оттопырем потому что туда нужно добраться и давай толщиномер еще санек так вот в том-то и япона мать что то есть никто не вынимал короб само собой тут мне уже реально тут не хватает места чтобы аж поперхнулся чтобы доделать снимать подкрылок потому что крашена и лачена до кантика я сейчас не в том плане что кого-то покричать а ситуация следующем из-за банальной ошибки по работе и кстати я предполагаю почему ошибка с кратерами у них и все остальное машина готовилась под керамику и скорее всего не повымывали хорошо пасты или еще что-либо но не может из ниоткуда такое количество кратеров быть они мелкие они везде что-то покрас целиковый покрас задача у нас она просто задача у нас примерно следующее крышка багажника у нас заводская нам нужно прийти в эту толщину чтобы прийти в эту толщину нам надо все отваливать до металла и отваливать в мокряк а вот отваливать в мокряк с дверным проемом частично это уже прикол следующий и получается на ровном месте хозяин машины может спокойненько так попасть на перекрас целиком вот этой штампованной части и проем будем пробовать спасать получится хорошо нет так нет оттопыриваем сейчас крылья которые заводские целые нетронутые либо попробуем не оттопыривать нормально никак не зачистить батон очищает полностью до 0 надо вниз тронем нетронутая крыло то есть при продаже просто у человека опять же возникнут проблемы на ровном месте да человек откроет дверь крыло крутилась чё она крутилась чё она не крутилась анды пожалуйста точно наверно чё мы тут вышли а как а как не понял крыло крашено ну да 300 257 255 так не он равномерно капот алюминиевый 270 я его сносил сейчас подожди я просто думаю через мокряк отвален просто капот делал я 300 290 полтора слоя открашены слышишь а ну да еще у нас поэтому крупного вопросы бы то причем тут толщик ну толщик тут 4 вот да вот это крыло дело это мы еще тогда находили с толщиком все нормально слышишь мне вообще непонятно чуть какой цвет причем тут цвет капот крашен и снесен до металла полностью и красил я полтора слоя грунта мокрый короче мокрый по перевале ну да он был откуда тогда ну откуда саня на понимаю там 160 ну не 200 50 ну я понимаю 290 300 стреляет вообще непонятно такое ощущение что через наполнитель и башен ладно что делаем снимаем двери порог бампер а что да потому что ты не доберешься иначе так и по и подлок ряд давай посмотрим следующий вопрос может крыло вообще снять просто как я и говорил изначально вообще снять ну зашибись тут разборка машины разбери чтобы снять кирло надо снять бампер само собой не снимешь он жесткий бампера не бамперы бампер передний снимается за 15 минут он не тяжело задние не помню как потому что именно на это не снимал ну тоже минут пусть 20 блять на ровном месте банальная работа перекрасить крыло разбери пол машины начинаем чтобы аккуратно да все сделать красиво постараться а ну смотрите прикол мы и сейчас они думаем просто капот делал я и передний бампер делал я как-то открывается а ну щелкни еще они они сайт вот тут наш вольво тут же все же для дедушек сделано чтобы далеко не ходить короче капота красил ну ну не может я понимаю там разбега в макарике там ну будет и 120 и 180 допустим но ну не 250 ладно что-то ну мозг не включился и крыло вроде было не делано и пока саня не полез капот открывать ребята которые тянули пленкой реально затянули классно потому что только за торец когда берешься понимаешь что он в пленке до поверхность настолько завернута запечатано ну реально красиво что это тупо не видно еще на смутила шагрин на лаке саня мешает или как лак сел ну реально шагрин другая то есть не так которая у этого лака и вот сейчас реально открыли капот перезагрузились и крыло затянуто тоже и так завернуто красиво что не видно вот реально не видно пленчики прямо молодцы вот им прям респект у вас да ну ничего не не добавилось то есть и по пленке классно все красиво и по факту ну реально когда смотришь на свою же работу и не понимаешь что это пленка хотя знаешь где тут что да уже понимая где пленка там можно что-то искать и находить ну вот так ходишь вокруг машины ни черта непонятно вот эта работа сделана ладно хорош что надеть давай разбирать пол машины разобрать надо может что у нас тут получается мало того что все разобрали причем разобрали именно все без шуток сейчас полирнем до наждачком все черненьким помажем и все будет готово ладно но смешно то смешно но теперь снимать все то есть всю плоскость до металла не лезем пока что торец потому что ну надо бы сохранить заводской проем иначе это реально станет потом проблемой при продаже причем серьезной человеку не докажешь что проем был не битый если он крашен внутри толщина будет увеличена поэтому сносим лицо до нуля здесь толщину никто поймать не сможет вообще ну да ты сильно много не дайну и ты не поймаешь что толщину никогда а мог бы быть вполне себе простой ремонт ну просто перекрас нормальный где-то вот тут по стоечке разошлись бы аккуратненько никаких вопросов тут бы сколы остались сколами там их подкорректировали ну просто такой скол реально видно что он закрашен оскол когда поставлен отдельно и видно что он корректировался ну и заодно по убираем тут ржавчина снизу уже краска подлучивается заодно проведем ремонт вот так сейчас выглядит маленький протир на крыле сохраняем стараемся по крайней мере сохранить проем принципиально сейчас не мотовал заклеиваться буду под грунтование мокрое по мокрому вычищено все до конта ниже замотовано 400 600 800 серый скотч брать обезжириваю сейчас пока что выверну резинку наизнанку какая у меня стоит задача заклеится в ребро перехода металла лакокрасочный в это ребро заклеится отворотным скотчем покажу как скотч отворачиваться может кто еще не видел то есть у него у него загрунтоваться высушиться расклеится перетереться переклеится в отворот уже под покраску краситься лакироваться но тут как бы есть такая полу грань полу грань теряется вот здесь вот на этом секции дальше начинается опять нормальная грань и это зараза на самом видном месте это может стать никакой проблемой в проем лезть ну это и толщиномерщиком кто-то пик и иди сюда поэтому постараемся туда сейчас не лазить багажник будет в открытом положении у нас потому что мне нужно пролачить нормально вот эту полку а эту полку я могу пролачить только когда у меня тут открыто и вот тут открыто сейчас тут все бумагой аккуратно потом все пленкой приступаем отворотный скотч я покупаю такой который можно делить на секции удобно чтобы не таскать с собой ни ножницы ничего сразу отклеиваю подпекаем под резиночку он тут двух глубинный сейчас покажу что это такое нужная очень вещь кстати что он на две глубины рассчитан под разные типы резинок для глубины это значит у него есть полоска пластиковая узкая и уже в двойная широкой то есть бывают резинки когда надо глубоко зайти и потянуть и допустим здесь достаточно узкой части штучки эти можно заменить в принципе визитками подтыкать визитки подклеивать их скотчем это все работает но так быстрее проще и надежней скотч просто узенький тоненький хорошо туда входит продолжаем все заклейки заворотики так все нормально сейчас нас багажничком поработать заклеиваемся теперь делаем вот такие вот отвороты чистый грунт чтобы не летел туда куда нам не нужно лишним все обезжирено хорошо кто может не видел но я думаю уже видели вообще все это по инстаграму гуляла херня складывать уголочек отматывайте на коленочку и погнали наматывать сделать отворот у скотча накрутили его себе намотали побольше скотч много не бывает скотч закончился сейчас мы оторвем ровненько таки него просто теперь чем мы с этим будем делать и как мы с этим будем жить я себе сейчас отворачиваю давайте оттуда начнем сюда неудобно таким образом чтобы у меня край скотча проходил фактически в линию открытого металла благо линия идеально ровно саня старался чтоб не залезть вовнутрь можно отклеиться очень красиво в ребро скотча клеить нельзя потому что потом я не смогу красиво убрать ступеньку вот сейчас мы прогладим туда у нас за счет изгиба обратного получается кантик в которой я вижу краску я когда буду грунтовать я могу спокойно выбрать направление факела так чтобы у меня туда не было жесткими то есть если буду сверху наливать ясен пене у меня там будет натекать будет жесткая линия но если я буду подливать вот с этих направлений то у меня при пыльчик можно короче отрегулировать оклейка закончена выклеена так чтобы можно было подтереться на грунте сейчас прохожу липкой липкой оговорился утро блин кислотной салфеткой протравливаем металл пока буду разводить грунт мокрый по мокрому но у меня все подсох так сейчас задача простая наполнителя налить таким образом чтобы суда не до жесткой линии ее можно было потом подтереть но на поверхность дать толщину микрон 50 хотя бы потому что мне нужно прийти к 150 микроном на выходе плюс-минус 1.4 билария понеслась меня вот это чуть-чуть раздражает что он выворачивается а ну и вот так грунтовать кроме шутера Продолжение следует... Пару минут сейчас высохнет. Видно, что жесткой линии нет. Я смогу ее подтереть чуть-чуть. Сейчас припыльчик обдуем. Я сейчас грунт развел жидко-жидко, чтобы мне не дать вот здесь толстых линий никаких. Это самое страшное, что я могу сделать. Это налить жирно. Поэтому грунт чуть-чуть пожиже. Лучше дать вот таких вот два слоя еще, чем один нормальный, когда деталь без таких приколов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все. Теперь сушка Расклеивать часть не буду Подожду, высохнет Тогда расклеить будем тереться Ну что, давайте расклеиваться Расклеиваться, переклеиваться Я пока там доделывал краску Тут уже по-любому все высохло Ну здесь рубца-то не будет Я за это место не переживаю Меня больше интересует вот тут Так, нам нужно Шестисотка И липкая салфетка Небольшой рубец Но есть Сейчас его подстачиваем шестисоткой Потом также Восьмисоткой Серым скучбрайтиком Переклеиваюсь Под окраску Есть, у меня зона хорошая осталась Наверное, лучше Рученьками М-м-м-м М-м-м-м Так, еще раз пройдем, все прогладим Паралоновый валик Паралоновый валик на основе скотча То есть на клеевой основе скотча Там внутри лежит Это валик компании Кьюри Финиш Все подзаклеено Здесь парашют из скотча Здесь зона открытая Отвернутая у нас вчера холодом Ну и тут тоже открыто Все выдуваем Протираем липкой салфеткой И открашиваем Делаю выкраску Потому что Делаю выкраску Потому что краску я сам поправлял Еще чуть-чуть Делаю выкраску Делаю выкраску Сразу подклеиваем То есть у нас тут парашютит Нам этого не надо И вперед Делаю выкраску 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 Продолжение следует... 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 Теперь поправляем... Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Вроде бы все получилось КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Согласитесь, что из баллончика так ювелирную работу сделать по переходному никогда в жизни не получится Из баллончика можно зафигачить, когда где-то тут переходит Так, смотрим, пошагрение Все нормас Блин, мусора насыпало Клейся, не клейся, ну... Вот эти все открытые участки, капец Просто капец Ладно, сохнет, сохнет Высыхает Расклеиваемся, точнее, собираем И когда буду полироваться, покажу, что будет происходить Так, посмотрим, что у нас получается по вольвехе На крылышках я на крыле мусор подобрал У нас главный тут вопрос По дверному проему Переход получился Хорошо Но его надо доработать Вверху тут уже не видно, но все равно дотрем А вот здесь В лицевой части Видно, как и граничка Поэтому Ковокс зелененький Аккуратненько делаем Чик-чик Сделаем Сделаем вот так Крупным наждаком сюда лезть Бесполезно, потому что потом резак не уберешь А если уберешь резак, дырку протрешь Есть Далее нам в помощь Рупес Вибрационная Картек 3000 Сейчас круг намачиваем Это круг Средняя жесткость Извизор В принципе, тут можно попробовать Конечно, и ротором залезть Аккуратненько Попробуем этой Пойдет-пойдет Нет, попробуем ротором тогда Просто преимущество этой машинки перед ротором Она вибрирует И не дает возможность Быстро протереть дырку Ну, подогревает потихоньку Да, чуть медленнее процесс, чем на вращении Но точный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красиво Значит, и ротор и в руки брать не будем Закончим все на этой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, посмотрим, что у нас получилось Нам самое важное По плоскости все понятно Нам самое важное Это вот тут Торце Вообще вот Ну Очень хорошо Прям очень-очень хорошо Для черного цвета Все царапки, которые там какие-то коцки Ага, хер там, вот еще Что-то сейчас дотру Видите, как... А, это паста, извиняюсь Но все равно Надо машину помыть Обсмотреть еще раз Потому что, может быть, где-то Что-то вынулось Но получилось хорошо Ни рубцов, ни торцов Это двойная переклейка Это очень правильно Выходит Ну и тут жучок убрали Тут все подполировали Получилось Давайте глянем теперь Что у нас По толщине получилось Пойдем спереду 92 Тут, как мы выяснили Пленкой затянута 125 Крыша 127 150 Чудка дал с торца Ну вот, 123 Да, там, где торца отдельного нет 107 130 129 130 115 112 117 146 Не понял Что такое разбег Криво поставил 122 158 142 104 Короче Перекупом привет Кто там что будет искать Что у нас в двери Попробуй Найди Попробуй Называется Найди В чем была Проблема У ребят Дырку прополировали Признаться Сразу не признались Видать Постарались По тихому устранить Не прокатило Носите всегда С собой Тем более Полировщики Толщиномер Он у вас должен жить В кармане внутреннем Тогда не сделайте дырку Потому что Грани она видна Если меньше 90 Уже хватит полировать То есть Стоп Точно Что то закосячено Ну как в этом случае Лучше сразу решить Этот вопрос С клиентом Потому что Потом могут быть Проблемы Скандалы Шум Плохая репутация Спорщена И так далее Так или иначе Клиент об этом узнает Либо уже когда От вас уедет Но это будет хуже всего Либо признайтесь В этом ему сами Тут уже как говорится Решать вам Но все равно Переделки Все эти Всегда за счет Тех кто накосячил Клиент никогда В жизни не заплатит За то что вы там Что то переделывали Получится Получилось Я рад что мы Не залезли полноценно В проем То есть Проем остался Весь в заводе Давайте кстати Его взлякнем Толщину его Аж интересно 80 чем то должен быть А нет Соточка Не жалеет лака 90 100 154 С торца 150 133 То есть В проем не полезли Остановились Вовремя Но Полная разборка машины Весь сбор целиком Снимать Это конечно Работа уже лишняя Изначально Можно было переделать Локально Где бы они там Не пробились То есть локально Цвет дать И тонкий слой Лака кинуть на все Чтобы располироваться Ну добавилось бы там 30 микрон В толщине Соседним зонам Но это было бы Беспроблемно Так Ремонт удорожается Усложняется Но качество конечно На выходе Получается Хорошим Вроде все Всем пока